Здравствуйте, уважаемые криптоинвесторы! Рынок цифровых валют не перестает удивлять, радовать и разочаровывать, и начало нового 2024 года не стало исключением. Наоборот, новости первой декады января поражают своими масштабами. Их без преувеличения можно назвать космическими в прямом и переносном смысле этого слова. В первом случае речь идет, конечно, о старте 8 января ракеты Vulcan Centaur. Космический корабль должен был доставить на поверхность Луны посадочный модуль, в котором находились в том числе аппаратные кошельки с одним биткоином и мемной монетой Doge. Однако всего через несколько часов после успешного взлета посадочный модуль Perigreen 1 компании Astrobotic зафиксировал проблемы с двигателем. Это исключило возможность его прилунения. Биткоин, на котором выгравированы публичный адрес и закрытый ключ, должен был быть первым в мире финансовым активом, отправленным в космос, а также данью уважения к его таинственному создателю Сатоши Накамото. Пока миссия не удалась, однако первая мировая криптовалюта скоро получит новый космический шанс. Лунную миссию планируется совершить на корабле Doge-1. Его взлет обеспечит ракета SpaceX Falcon 9. Об этом еще в апреле прошлого года заявила криптовалютная компания Lunar Crush. Закрытый ключ от криптокошелька с 62 биткоинами в выгравированном марсоходе Lunar и станет доступен человеку, оказавшемуся на Луне. Кстати, с именем таинственного создателя биткоина Сатоши Накамото связана и другая необыкновенная новость последних дней. 5 января на его кошелек было переведено почти 27 биткоинов. Напомним, что хранящиеся в нем активы не перемещаются с момента исчезновения создателя биткоина, т.е. с декабря 2010-го. «Либо Сатоши проснулся, купил 27 биткоинов на Binance и перевел их на свой кошелек, либо кто-то просто сжег миллион долларов», – написал глава криптобиржи Coinbase Конор Гроган. Также он высказал предположение, что кто-то сделал странный маркетинговый ход в ожидании одобрения спотовых биткоин-фондов. И как раз с этой животрепещущей темой был связан инцидент, который произошел 9 января. Именно в этот день на короткие 15 минут в официальном аккаунте Комиссии по ценным бумагам биржам США появился фейковый твит. В нем сообщалось, что в США одобрены все заявки на запуск потовых биткоин-ИТФ, а просмотры насчитали несколько миллионов. После удаления публикации глава ведомства Гэри Гэнслер пожаловался на взлом аккаунта. Получается, что финансовый надзорный орган, который судит и штрафует участников криптоиндустрии за манипулирование рынка, сам оказался крупнейшим манипулятором. На фальстарт с анонсом биткоин-инвесторы потеряли почти 1 миллиард долларов. Представители криптосообщества считают, что регулятор должен будет понести наказание за свой проступок и готовят несколько исковых заявлений в суд. Отвид Гэнслера сохранился не только на скринах, которые успели сделать пользователи, но и в самом блокчейне биткоина. Цифровой художник Билли Рести вписал его в сеть главной цифры с помощью протокола Одиналс. А как пережил этот 15-минутный обман сам биткоин? Как видим, его график с 4 по 8 января не отличался большим разнообразием и консолидировался в узком флете 42 585 – 44 800 доллара. В понедельник цена главной цифры оживилась в основном из-за падения доллара США, а торговый диапазон сдвинулся вверх по графику, причем теперь линия поддержки 44 695 почти совпала с прежним сопротивлением, а максимальная цена биткоина в моменте достигала 47 845 долларов. Сразу после этого пика сообщение Гэри Гэнслера о взломе аккаунта привело в моменте к резкому падению главной криптовалюты сразу на 6%. Кроме того, из-за резкого скачка его стоимости общая сумма ликвидации на крипторынке превысила 200 млн долларов. В целом за неделю биткоин подорожал почти на 9%, в том числе на ожиданиях снижения от Центробанка США ключевой базовой ставки. Однако главным драйвером роста первой цифровой монеты стали все-таки ожидания запуска спотовых фондов. Из 13 последних недель биткоин закрыл в зеленой зоне 11 и за это время подорожал на 70% 27 до 47 тысяч. Причем его ценовой график не провел ни одной значительной коррекции. Еще в октябре 2023 года аналитики Bloomberg предсказали одобрение спотового биткоин ETF в США. По их мнению, событие должно произойти до 10 января 2024 года. Аналитики ошиблись на один день. Комиссия по ценным бумагам биржам США одобрила заявки на спотовые биткоины ETF 10 января. К торгам допущены все 11 эмитентов. В ожидании этого события некоторые из компаний поспешили раскрыть информацию о комиссиях. Например, сборы BlackRock в первый год составят 0,2%, а самую высокую ставку 0,8% предложила компания Valkyria. Решение регулятора рассматривается как подтверждение легитимности биткоина и сигнал о том, что криптовалюты могут играть более заметную роль в инвестиционных портфелях. Недельный рост эфира выглядит тоже неплохо. Вторая криптовалюта подорожала почти на 9,5% и прошла путь от поддержки 2184 до области сопротивления 2450 долларов за коин. Правда, в понедельник на фоне падения биткоина цена обвалилась в район 2000, но смогла быстро восстановить позиции. Также разработчики утвердили график обновления тестнетов в сети эфира. Модернизация Denkan будет активирована в ближайшие недели. Прошедшая семидневка оказалась удачной не для всех топов криптовалют. Так, монета компании Ripple провела начало нового года в падении и за прошедшие 14 дней потеряла в цене более 10%. Неделя с 4 по 10 января прошла для XRP очень волатильно, но все-таки на снижении в диапазоне 0,552 – 0,591 доллара. В течение длительного периода держатели криптовалюты надеялись, что токен реализует свой широко обсуждаемый потенциал, но пока курс XRP не смог достичь отметки 0,6 доллара. Последний раз ее цена приближалась к 1 доллару в 2023 году во время частичной победы Ripple над комиссией по ценным бумагам биржам США. Однако это дело тянется уже более трех лет, и его результат может повлиять на цену. Неудавшееся прелунение, похоже, стало еще одной причиной спада мемной монеты Dogecoin. Ее торговый график краснел уже несколько недель, а цена за прошедшие 14 дней упала почти на 16%. С 4 по 10 января Dogecoin прошел путь от уровня 0,084 до 0,076 доллара. Волатильная природа криптовалютного рынка в очередной раз наглядно показала, как изменчива судьба цифровых активов. Вот и мемные забавные монеты, когда-то вызывающие восторг и умиление, теперь столкнулись с отрезвляющей действительностью рынка. Феномен мемкоинов, выросших на настроениях, сейчас по этой же причине вызывают вопросы по поводу их дальнейшего развития. А криптосообщество сегодня празднует победу после стольких месяцев ожидания. Американский регулятор разрешил, цитируем, листинг и торговлю паями инвестиционных фондов на биткоин, т.е. трастов, которые предлагают клиентам вкладываться в биткоин, покупая не саму криптовалюту, а акции паи самих фондов. Крипторынок в последние месяцы захватила настоящая эпидемия предсказаний того, как поведет себя биткоин после подобного решения. Прогнозы были чаще оптимистичными, а финансовые аналитики Standard Chartered даже предрекли главной криптовалете рост до 200 тыс. долларов за коин. Ну а мы продолжаем следить за ситуацией на крипторынках, чтобы держать вас в курсе всех важных событий. Не забывайте подписываться на канал Инстафорекс и комментировать видео. Задавайте интересующие вас вопросы, а наши эксперты будут рады вам ответить. На этом наш очередной криптообзор завершен. До встречи через неделю, 18 января!